12 октября в городском центре молодежи состоялось мероприятие в рамках дня призывника. Там прошел урок мужества для студентов Буйского техникума градостроительства и предпринимательства и Буйского техникума железнодорожного транспорта. Служба вооруженных силах – важный этап в биографии каждого мужчины. Достойное выполнение воинского долга, стойкость, умение побеждать стало неотъемлемой частью характера многих поколений россиян. Ребята почтили минутой молчания всех, кто сражался и сражается по сей день за родину и историческую память. Сегодня в стенах городского центра молодежи состоялось одно из традиционных мероприятий, которое называется «Городской день призывника». Мероприятие проводится уже достаточно длительный период времени и за многие годы были опробованы разные форматы. И сегодня у нас мероприятие состоялось именно на базе центра молодежи. Мы приглашали в качестве участников дня призывника студентов наших техникумов железнодорожного транспорта и градостроительства и предпринимательства. Это юноши до призывного возраста. В местах у нас сегодня старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу по профессионально-психологическому отбору Королева Марина Александровна и также председатель Горайсовета ветеранов Фролова Марина Витальевна. Они обратились к ребятам со словами на путьстве для предстоящей им в будущем воинской службы и также пожелали им в первую очередь мужества, терпения, конечно же все равно позитивного отношения к данному долгу каждого мужчины. Вы все являетесь призывниками и вы знаете, наверное, хочу вам немножко рассказать, как проходит призывная кампания. Вы знаете, наверное, то, что у нас призывная кампания проходит осенью и веснью. Сначала вы приходите в инкомат, проходите медицинскую комиссию, соответственно вам врачи выставляют категорию годности. После того, как они вам выставили категорию годности, призывная кампания уже будет определять, будете вы призваны на военную службу или нет. Также в основном у нас все призывники уходят на военную службу на супокотные войска. В МФ это военно-морской флот, северний флот, войска национальной гвардии. В общем, ну в разные части. Также у нас сейчас два мальчика уходят в президентский полк. Ну как бы это очень, как сказать, да, стимул такой, да, прямо вообще. Ну там, конечно, очень тяжело служить. Вот. Хочу вам сказать, что служба проходит один год, вы, наверное, знаете об этом. После того, как мальчики отслужат год, вы приходите обратно домой. Ни о какой спецоперации сроченькие не идут. То есть вы должны об этом знать. Они все возвращаются домой. Да, те мальчики, которые хотят подписать контракт после трех месяцев военной службы, они могут там оставаться и уже там их решение идти на военную службу, спецоперацию или нет. Так что, ребята, бой. Ничего не бойтесь. Защищайте Родину. Я вас приветствую от ветеранов нашего города. У нас осталось всего семь участников Великой Отечественной войны. И около двухсот человек ветеранов боевых действий. Вся история человечества – это история войны, к сожалению. И, как говорится, в нашей стране у каждого поколения есть своя война. Каждый молодой человек должен пройти военную службу, научиться воевывному делу. Я хочу вам пожелать успешно пройти эту школу, стать смелыми, мужественными, чтобы вами гордились ваши матери и подруги, и чтобы эти умения вам в жизни не пригодились. Всего вам доброго и успешной службы. Спасибо. Также в ходе мероприятия сегодня прошла интеллектуальная игра «Армия щит России». Студенты активно приняли в ней участие, отвечали на вопросы, касающиеся вооружения, воинских званий, истории нашей страны по военной тематике. Вообще, в целом, мероприятие направлено и на патриотическое воспитание молодого поколения, на еще раз, наверное, укрепление и закрепление таких понятий, как воинский долг, гражданская ответственность. Говорили сегодня с ребятами о том, что быть призывником – это на самом деле звучит очень мужественно, гордо и ответственно, что это долг каждого мужчины – пройти срочную службу. Ну и, конечно, желали ребятам в будущем удачи и сил в прохождении воинской службы. В конце мероприятия ребята сыграли в интеллектуальную игру «Армия щит России». Студенты проанализировали события отечественной истории и выразили собственную позицию. По итогам игры победу одержала команда Буйского техникума железнодорожного транспорта. Мероприятие очень сильно понравилось. Я думаю, что вот прям патриотизм будет в нашей крови теперь. Ребята были очень довольны мероприятием. Первый курс приводили мы. Было очень классно, нам понравилось. Проводили интеллектуальную игру. К сожалению, БТЖТ одержали победу. Мы не выиграли, но ничего, как говорится. Еще будут конкурсы. На самом деле было направлено на вооруженные силы. Именно для интереса ребят, ведь многие у нас военные обязаны. И чтобы потом служить далее вооруженных силах, нужно будет знать, что у нас происходит вообще, что у нас направлено, что направлена наша вооруженная сила. Призывникам, я хочу сказать, не нужно бегать от нашего военкомата, потому что ведь от нас зависит будущее нашей страны. И как бы и деваться от нам, от этого никуда. И желательно бы сразу защитить нашу страну и держать, как говорится, в руках. Сам лично не военный обязан, не годен в армию. Семейная традиция у меня. Дедушка отработал 25 лет в полиции, ну тогда еще в милиции. И поэтому как-то, ну в семье все так у нас. Именно на это повернуты, как говорится, вооруженку, что у нас никто о ней не позорит. Да, так если приступно говорить. Я первый раз принимала участие призывникам. Мне очень понравилась форма проведения, игровая. Встретились два учебных заведения. Это соревновательная форма такая была. И, кстати, на некоторые вопросы я с удовольствием узнала ответы, потому что тоже не знала. То есть такая познавательная программа была. И действительно настрой патриотический, по-моему, дает молодежи, который очень необходим в наше время. Я думаю, что молодежь у нас хорошая. И мы можем на нее положиться. Они будут служить и защищать нашу Родину. Это в Конституции наша обязанность защищать свою Родину. По-моему, только это должно послужить основанием для того, чтобы пройти эту школу. И каждый молодой человек должен научиться военному делу. Пригодиться, не пригодиться – это уже другой вопрос. Ну, уметь должны все. Быть сильными, мужественными. И не подвести нас, те, кто остаются в тылу. Потому что это очень нужно нам – чувствовать свою защищенность. Редактор субтитров А.Семкин